Привет, крошки! Сегодня у нас гладильный влог. Я посмотрела, что вы задали огромное количество вопросов. Я их пробежала вот так глазами, и я надеюсь, что мне хватит вообще белья для того, чтобы на них ответить. И я рада, я рада, что вы любите этот формат, потому что я его тоже люблю. Это всегда поток сознания, это классно. То есть я сама формат придумала, сама в рамках, точнее как бы разрушила рамки вообще, как бы, ну мне клево. Я обожаю гладильные влоги. Первый вопрос задает девушка Катя. Подскажите, пожалуйста, после операции на яичниках меня врач планирует во время беременности передавать в перинатальный центр? Ну, да, логично. Волнует момент, будут ли кисарить или есть вариант самостоятельных родов? Давайте с вами как-нибудь условимся. Вот такие серьезные вопросы, медицинские, либо в личку, либо, ну, как-то, я не знаю, ну не с блогером это надо обсуждать. Смотрите, очень мало входных данных. Вы от меня хотите получить ответ на вопрос, есть ли вариант самостоятельных родов? Да, есть. Все, вот все, что я могу на это ответить. Следующий вопрос от Алены Федоровой. Пересматриваю твои видео прошлых лет. Видео про марку бабушка Агафья. Ты говоришь, что не веришь в возрастные ограничения в косметике. Сейчас твое мнение осталось прежним или изменилось? Мое мнение осталось прежним. Единственное, что нельзя уменьшать возраст. То есть, если вы женщина 40 лет, то, наверное, косметика для подростков, ну, не ваша тема. Если вы девочка 70 лет, то косметика для 30-летних тоже это не ваша песня. Но если вы 30-летняя девочка, которая довели свое лицо до супер какой-то там сухости, измученности, и вам нужна такая встряска, как санаторий для лица, да, то есть интенсивный какой-то отдых и воздействие, то антивозрастная косметика это неплохой вариант. У меня кремы для кожи вокруг глаз антивозрастные, и я маски люблю антивозрастные, особенно после каких-то, знаете, иссушивающих масок, каких-то воздействий на кожу, нанести антивозрастное что-то, это супер круто. Просто кожа прям пищит от восторга. Поэтому в целом ограничения я не верю, но главное ко всему подходить с умом. Сюша, на твой взгляд, так же Алена спрашивает, тут от Алены миллион вопросов, на твой взгляд, пылесос нужная вещь или очередная игрушка? Купила бы себе или нет? Робот-пылесос это вообще моя розовая мечта, честно вам скажу. Мне кажется, что он решит половину моих проблем бытовых. Дело в том, что у меня дома кошка светлая, ну трехцветная, да, превалирует белый цвет шерсти, и ламинат темный, и мусора как такового у меня прям нету. И если бы робот-пылесос просто ездил и собирал хотя бы кошачью шерсть, ну мне бы стало значительно легче. Я слышала очень много доводов, я видела видосы, когда робот-пылесос наезжал на, ну например, кучку каких-то там собачьих экскрементов, и их там растаскивал по всему дому. Я тоже знаю такие случаи, да. Интернет вообще ими полон. Но мне кажется, это не наш случай. Дело не только в отсутствии собаки, но и в принципе... Ну у меня на полу не бывает мусора вот так вот, да, что там прям, ой, мусор лежит. Я помню, какой-то мужчина мне там написал про носки. Вот затягивая там что-то, пылесос, носки, как-то так он, ну, задал вопрос. И я ему в комментариях ответила, что как вы довели, ну, свой дом, квартиру свою до такого состояния, что у вас неконтролируемо валяются носки, которые могут засосаться в пылесос. Короче, я считаю, что робот-пылесос это тема, но у меня его нет, и хороший робот-пылесос стоит очень дорого. Какие игрушки, развивающие игры, интересовали Нику в два года? Хватало ли ее внимания к игрушке больше, чем на пять минут? Вероника в два года обожала любые игрушки, которые издавали звуки, при помощи которых можно издавать звуки. Всякие музыкальные инструменты, бытовая детская техника какая-то забавная, вот ей все это очень нравилось. Если это машинка, то эта машинка обязательно должна что-то там гудеть, звенеть, сигналить, светиться. Это вообще в идеале. И очень Вероника полюбила в тот момент, вот два года, это был вообще такой, знаете, момент, когда она полюбила все пистолеты, машины, самолеты. Я думаю, это воздействие друзей ее. Вероника у нас как-то так получилось, общается больше с пацанами. И очень ей все это нравится до сих пор. Главное, чтобы игрушка светилась. А там, что это за игрушка, уже не важно. Я понимаю, что, наверное, от меня ждали, что я скажу, мой ребенок садился и раскладывал счетные палочки, потому что мы там занимаемся ранним развитием, бла-бла-бла. Но нет, нет, у меня ребенок как ребенок абсолютно такой, знаете, веселый, нормальный, который там, я не знаю, пострелять, погонять, что-то там, посходить с ума. И также все дети любят игрушки с водой, игры с водой. Мамы, я вас призываю всех, не отваживайте ребенка от воды. Это очень хорошо, это успокаивает нервную систему, это учит каким-то азам физики на самом деле. И вообще вода это очень классно. Если вы переживаете за расход этой воды, наливаете воду в таз, обязательно прям теплую, лучше чуть горячее, чем хотелось бы, чтобы вода медленно остывала, а ваш ребенок плюхался в этой воде. Вы ребенку доставите неизгладимое вообще удовольствие, неизгладимое удовольствие, так вообще говорят? Ну короче, ребенку понравится, я всех призываю не запрещать ребенку игры с водой. Это очень круто. Конечно, у кого частные дома, вам там вообще вопрос, да, не стоит играть с водой или нет. Но люди, кто вот в квартирах живут тоже, задумайтесь об этом. Игры с водой очень полезные для ребенка, для нервной системы, вообще для общего развития. Вопрос от Насте Апанасьевой. Вопрос к тебе как поклоннице творчества Стивена Кинга. Это правда, Стивеном был день рождения, 21 сентября, с днем рождения, дорогой мой человек. Вот, я его обожаю, честное слово. 71 год и он прекрасен. Как тебе сериал Castle Rock, если смотришь? Какая у меня беда с Castle Rock'ом? Вот сейчас, кстати, буду просить у вас помощи. Я когда захотела его посмотреть, что-то там начало подгружаться, потом написала, типа, знаете, как обычно на таких сайтах бывает, изъято в связи с жалобой правообладателя, бла-бла-бла. Короче, я думала, что это временный загон, и потом это все можно будет, что баг пофиксят, но не пофиксили. И в итоге я не могу его посмотреть. Кто может мне дать ссылку, где посмотреть, на каком сайте, желательно, да, бесплатно, без регистрации смс, вот, пожалуйста, скиньте мне, есть ли такая возможность. Потому что в какой-то момент все на всех сайтах, где я находила, где я обычно смотрю сериальчики, все пропало. Да. Но вообще Castle Rock, да, это просто такой населенный пункт, просто притча во языцах. Вообще мне нравятся вот эти нити, которые соединяют произведения Стивена Кинга, одно с другим. Казалось бы, совершенно не связанные между собой, но будет, знаете, какой-то элемент, какая-то сюжетная линия, какое-то чудовище, которое будет, да, переходить из одного романа в другой. Стивена Кинга обожаю, вот он бог. Как-то бодренько, да, пошло у нас. Лана Спиранская спрашивает. Такой вопрос. Ксения, как вы относитесь к отказу от грудного вскармливания в пользу искусственного? Долго изучала эту тему. Сплошь мифы о грудном вскармливании, иммунитет, ментальная связь, т.д. и ненависть к женщинам, выбравшим для своего ребенка смесь. Стало интересно ваше мнение на этот счет? Ну, вы не забывайте, что я все-таки получила медицинское образование, и я воспитана именно в этой системе, что лучше грудного молока для ребенка быть ничего не может, и так далее. И я действительно с этим согласна. Я считаю, что женщина вправе сама решать, как ей кормить своего ребенка. Никто не в плане навязывать, как ей это делать. Разумеется, есть плюсы, несомненные в грудном вскармливании. Несомненные. Я думаю, вы не станете со мной спорить. Или вы ночью каждые 2 часа встаете там и делаете смесь, грубо говоря. Ну, не 2 часа, это я прям что-то ускорила. Ну, не знаю, 3-4 часа, да, делаете смесь. И это надо идти, вставать, что-то греть, смешивать. Водичка должна быть кипяченая, вот это все подготовленное. Неудобно. Соски стерильные, да, ну, как-то это все загон. Либо у вас есть всегда идеально сбалансированное, с идеальной температурой молоко для ребенка. Это удобно хотя бы. Но есть момент свободы мамы. Или мама, как я, я до года и трех месяцев кормила Веронику, и я была привязана. Я никуда дернуться не могла, совершенно. Я уже канал на Ютубе вела, и я помню, что я там снимаю 2 видео в день, и между видосами я кормила ребенка, понимаете? То есть, либо ты привязан к ребенку и никуда дернуться не можешь, да? Либо ты свободен. Ты оставил ребенка на бабушку и учесал с подругами куда-то. Это тоже свои плюсы. Не надо говорить, что ой, нет, я вся в дите, я никуда не хочу, мне ничего не надо. Да всем надо, всем нужен отдых, всем нужно переключаться. Каждая мама должна сделать выбор для самой себя. Если вы хотите, чтобы я вам выдала индульгенцию, отпустила грехи и сказала, да, все отлично, да, все отлично. Ваш ребенок, ваша жизнь по поводу иммунитета, это не враки и это не мифы. Как бы вам того не хотелось. Вот. Ваш ребенок, это ваше личное дело. Как вы будете его кормить? Что вы будете делать? Никто, никого не имеет права учить жизни, упрекать и так далее. Двигаемся дальше. Спрашивает Таша Чернова. Здравствуй, милая Ксюша. С нынешним мужчиной уже полтора года. Знакомые два. Познакомились на работе. Тяготит то, что с нами в офисе работает его бывшая. Ох, Санта-Барбара. Попахивает Санта-Барбарой. Они в коллективе давно и одновременно. Женщина ныне уже замужем, имеет маленького ребенка. От коллег знают, что по молодости там была прямо любовь до гроба. Но в конце разругались пух и прах, при моих расспросах информацию подтвердил. Сейчас на работе общаются только по необходимости и сквозь зубы. Мы же свои отношения на работе не афишировали, настояла на этом я. Но живем вместе. Гложе две вещи. Первое. Он в свое время проболтался, что периодически спал с ней после ее замужества. Ух. И резко они перестали общаться, собственно, после того, как она стала с мужем планировать ребенка. Второй момент. Нашла в фотоальбоме в отдельном кармашке их совместную фотографию, еще молоденьких. С фотографией ничего не делала и ему ничего не сказала, ибо понимая, что могут быть дорогие сами воспоминания. Но первое желание было изорвать в клочья. Проплакала весь вечер, начала себя накручивать от законного ли вообще мужа ребенок. У меня, честно говоря, тоже первая мысль проскочила вообще от кого ребенок. В свое время клялся, что больше их ничего не связывать. Но для меня и так каждый проведенный день на работе пытка, а теперь еще и фотография. Сама себя загнала в клетку стресса, ибо очень эмоционально ранимо после прошлых отношений. Муж избивал. Так, давайте сразу. Что значит расстаться или сменить место работы? Если это ваш мужчина, это ваша любовь, у вас вопрос про расстаться как бы не должен вставать. Если вы уже, ну так, типа расстаться, раз это так для меня нервно все, ну может это не такая уж прям любовь-любовь, да? Смотрите, если мужчина прям дорог, и вы прям, ну готовы за него бороться, нужно ему сказать, слушай, давай поменяем работу, мы уже из этой выросли. Сколько мы лет можем на одном месте топтаться? Вот серьезно. Ну, нас здесь ничего не ждет. Никто нас там не... ну, что вы, не придумайте текст. Попробовать его смотивировать на изменение места работы. Вот. Хотя бы. Я не думаю, что вы когда-то сможете с этим смириться и жить спокойно. С тем, что вот там эта женщина и... А потом у нее появится второй ребенок, да? И пока она будет беременна до седьмого месяца ходить на работу и живот поглаживать, вы будете в панике думать, от вашего ли любимого... Вот это вот вся история. Слушайте, не знаю, не знаю. Очень тяжелая ситуация, действительно. И, ну, не знаю, я попыталась бы с любимым с этой работы уйти. А вообще, конечно, так говорить нельзя, но отношения на работе, это, ну, всегда не очень хорошая идея. Это всегда тяжело. Ну, недаром же люди говорят, да, там, не гадить там, где ешь и так далее. Фух, ну да, ситуация у вас сложная. По поводу фотографии, а вы не думаете, что он мог просто забыть эту фотку, она там, может, лежит и все? То есть, да, то, что вы себя могли накрутить, тоже верно. Я прошу всех, кто видит какой-то выход логичный из этой ситуации, напишите, пожалуйста, в комментариях. Можете так и начать там. Для девушки, которая работает со своим любимым. И, ну, написать ей, чтобы она могла почитать комментарии. Может, вы ей подскажете какой-то выход из ситуации. Ситуация неприятная. Ждать, пока это сама уйдет там или еще что-то, я бы не стала. Я бы не стала. Спрашивает Любовь Юрьевна. Ксения, добрый день. Хочу сразу сделать комплимент. У вас классная семья. Спасибо. Это правда вообще даже не отрицаю. Вопрос вот в чем. Если так получится, что вы забеременеете во второй раз, кого бы вы хотели, мальчика или девочку? Как бы вы готовили Веронику к рождению брата или сестры? Так, значит, кого бы я хотела? Девочку бы хотела. Мне девочки очень нравятся. Прям дико нравятся. Я чувствую себя мамой и девочкой. Вот. Мне девчонки очень нравятся. Я знаю, как с ними общаться, по крайней мере. Ну, хочу так. Это в теории, да? Сейчас мне это... Не думайте, что я прям... И все, и звоню уже Илюхе, да? Что срочно нужно ребенка. Как бы готовила? Я точно знаю, что очень много родителей, наверное, процентов 90, допускают ошибки при подготовке ребенка ко второму ребенку и вообще при общении. Я... Ну, вот на своем примере, да, из своих знакомых, вот единицы, кто адекватно себя ведет вот при наличии второго ребенка. Серьезно. Я думаю, что им кажется, что у них все отлично, но со стороны, когда ты смотришь, что на одного ребенка подзабили, да, грубо говоря, неважно, на старшего, на младшего, на кого-то подзабили, а кого-то пестуют. Или там старший ребенок просто теряет свое «я» и теперь все нюнькаются только с маленьким. А маленький уже не маленький, маленькому там уже 10 лет, да? И старший просто, у него нет своей жизни, нет своего мнения, самый вкусный кусок отдают младшему. Все, все, вся жизнь теперь ради младшего. Потому что, когда мама рожала первого ребенка, она не была готова к ребенку, она была еще молодая, сверестелка, ей еще хотелось жить и самой тусить. А когда она рожала второго, это был уже прям осмысленный выбор, осмысленное решение, и она стала матерью. И теперь все давайте, пожалуйста, помогайте реализовываться, мне как матери, все теперь суетитесь. Я очень мало знаю семей, где детей любят одинаково. Точнее, не знаю, может быть и любят их одинаково, но транслируют эту любовь, да, и демонстрируют эту любовь абсолютно неравномерно. И мне от этих моментов очень обидно, да. По поводу подготовки, я думаю, мне пришлось бы очень много литературы перелопатить. То есть, знаете, я, ну, короче, проблему надо решать по мере поступления. Сейчас я говорить не стала. Я вижу, подмечаю те ошибки, которые допускают мои знакомые, я бы, конечно, их не повторила уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!